Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время, изучая разные исцеления, произошедшие в земном служении Иисуса. Мы назвали это «Школой исцеления». Пожалуйста, присядьте, возьмите Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Станьте учениками. Узнайте, что принадлежит вам во Христе. Овладевайте навыками и применяйте то, что Бог вам дал. В предыдущем эпизоде мы рассматривали пятую главу Марка. И сегодня мы завершим изучение этого местописания. В нем заключено так много. Мне нравится, что это местописание учит нас об освобождении Гадаринского бесноватого. Так ценно, что Иисус не только Целитель тела, но и Освободитель ума. Как бы сильно ни мучился, ни терзался и ни страдал ваш ум от страха, тревоги, паники, беспокойства, знайте, часть вашего наследия во Христе – здоровый ум. И это местописание показывает нам совершенное мастерство Иисуса абсолютно в каждой сфере, а особенно в освобождении ума. Давайте прочитаем Марка 5 с первого стиха. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Бесов невозможно укротить, их нужно изгонять. Мы видим, что демон, которым был одержим этот человек, действовал через него со сверхчеловеческой силой. Не человеческая, а демоническая сила, действовавшая через него, разрывала цепи. Поэтому, когда люди пытались спасти его, помочь ему, он отвергал эту помощь. Пятый стих. «Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Посмотрите, через какие мучения бесы заставляли этого человека проходить. Он не знал покоя. Выглядело, что ему невозможно помочь. Все выглядело безнадежно. Шестой стих. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал...» Мы знаем, что на самом деле это демон кричал через него. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека». Мы видим, что бесы узнали Иисуса. Этот человек никак не мог узнать об Иисусе. Но бесы знали Его. Любого человека, наполненного Богом, бесы знают и боятся. Потому что у вас есть власть над ними, и они это знают. Иисус сказал, «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Библия также говорит, «Противостаньте дьяволу и убежит». Почему? Потому что у вас есть власть над ним. Поэтому не ждите, пока он убежит. Прикажите ему убежать. Не просто надейтесь, что он убежит. Прикажите ему убежать. Девятый стих. Иисус спросил демона, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, говоря голосом этого человека, «Легион имя мне, потому что нас много». Десятый стих. «И много просили его, чтобы не высылало их вон из страны той». Послушайте, бесы хотят продолжить овладевать той территорией, которую они уже оккупировали. Но знаете, если дьявол вмешивается в вашу жизнь, в ваш брак, в вашу семью, у вас есть право сказать, «Нет, тебе здесь не место. Прогоните его из своей семьи, из своего дома. Не позвольте ему господствовать». Одиннадцатый стих. «Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Тринадцатый стих. «Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море». Становится ясно, сколько бесов было в этом человеке. Четырнадцатый стих. «Посущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось». Услышав об освобождении этого человека, люди прибежали посмотреть. Пятнадцатый стих. «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит». Видите ли, прежде он не сидел, он кричал, он мучился, а теперь он сидел мирно, спокойно, посмотрите, и одет, и в здравом уме. «Иисус вернет вам ваш ум». Я говорю, «Иисус вернет вам ваш ум». Никто другой не может этого сделать для вас. Иисус единственный может это сделать для вас. Посмотрите, и люди устрашились. Писание говорит, что этот человек был одержим. Я хочу поговорить об этом слове «одержим». Существуют разные степени воздействия дьявола на человека. Например, вы можете просто волноваться. Это один уровень нездоровья ума. Ум не находится в покое. А постоянно вынашивая беспокойные мысли, вы позволите дьяволу завладеть большей территорией. Видите ли, дьявол просто приносит одну мысль. И если ему удастся добиться, чтобы вы ее приняли, то эта одна мысль превратится в две мысли, три, четыре мысли. Он пытается встревожить вас по поводу одной сферы жизни. И если ему это удается, он затем переходит к другим сферам. Обычно он не атакует все сразу. Это медленный, постепенный процесс. Поэтому нам нужно закрыть дверь уже при первом соблазне волноваться. Уже при первом соблазне бояться. Уже при первом соблазне тревожиться. Тут же пресеките это. Ответьте этим мыслям. Возьмите над ними власть. Аминь. Итак, этот человек не был просто подавлен. Потому что есть подавленность, которая приводит к угнетенности, которая приводит к одержимости. Задам вопрос, может ли христианин быть одержим бесом? Отвечу так. В духе христианина находится дух святой. Никакой бес не может жить в духе христианина. Никакой бес, потому что дух святой и бесы не обитают вместе. Но может ли бес быть у христианина в уме? Да. Это не значит, что он у него в духе, но он может пробраться в ум. Как может бес завладеть умом христианина? Через то, что христианин прислушивается. Прислушивается к мыслям страха, мыслям беспокойства. Наш духовный отец, Папа Хейген, говорил, «Как узнать, беспокоитесь ли вы о чем-то?» Вы об этом думаете. Вы об этом думаете. Важно, о чем вы думаете изо дня в день. Нужно правильно обращаться со своим умом, дисциплинировать его, чтобы сохранить его здоровье. Не позволяйте ему касаться всего без разбора. Владейте своим умом. Ваш ум в ваших руках. Возьмите за него ответственность. Аминь. Итак, этот человек был одержим бесом. И смотрите, он мучился. Он не был нормально одет. Он не мог даже спокойно сидеть. Днем и ночью он кричал. И вот люди пришли посмотреть на освобожденного человека и устрашились. Они испугались, увидев, что произошло. Почему? Иисус освободил одержимого, и они не могли этого понять. Им следовало бояться этого человека, когда он был одержим, а не того, кто его освободил. 16 стих. 16 стих. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. Итак, они рассказали обо всем произошедшем. 17 стих. И люди начали просить Иисуса, чтобы отошел от пределов их. Интересно, не правда ли? Бесы, действовавшие через этого человека, настолько повлияли на эту страну, что люди даже не способны были правильно мыслить, когда пришла помощь. И они попросили Иисуса уйти. Они испугались такой силы. 18 стих. И когда он вошел в лодку, когда Иисус сел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Представьте, что Иисус значил для этого человека. Никто не мог ему помочь. У него не было надежды. Не было помощи. Но пришел Иисус. И представьте, теперь Иисус собирается отплыть. Я не хочу, чтобы он уходил. Я хочу быть с ним. Неудивительно, что он хотел быть с Иисусом. Но послушайте 19 стих. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Иисус не позволил ему сопровождать его. Вместо этого он превратил его в проповедника. Он сказал, «Возвращайся домой и свидетельствуй». Вот почему свидетельство о том, что Бог сделал в вашей жизни так важно, не только для вас, но и для других. Ведь часто их единственная возможность узнать, что Бог хочет сделать для них, это услышать, что Он сделал для вас. Иисус, вам нужно быть проповедником своего свидетельства. Рассказывайте, рассказывайте людям. Видя людей в проблемах, скажите, «Послушайте, я через это прошел, я знаю, каково это, но я знаю, и что такое быть свободным. Позвольте рассказать вам, как Бог меня освободил». Рассказывайте людям, что Бог сделал для вас. Итак, Иисус сказал ему, что проповедовать. Он сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». Иисус сказал ему, какое послание проповедовать. 20 стих. «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус». Посмотрите, и все дивились. Почему? Они знали Его, когда Он был одержим. И Он пошел не только к Своим друзьям. Он пошел по всему Десятиградию. Это было 10 городов. Регион с 10 городами. Он пошел по всему региону и рассказывал людям, что с ним произошло. Можете представить, сколько людей освободилось, когда Он рассказывал свою историю? Это Божий замысел, чтобы другие освобождались, когда вы рассказываете свое свидетельство. Итак, все слушали Его и дивились тому, что Бог сделал для Него. Каким бы сильным ни было рабство, какими бы тяжелыми ни были мучения, какой бы ужасной ни была жизнь, Иисус освобождает людей. Аминь. Рассказывайте людям об этом. Давайте им надежду. Теперь я хочу немного поговорить с вами об уме, потому что дьявол атакует ум каждого человека на земле. То, что ваш ум под атакой, не значит, что с вами что-то не так. Аминь. Дьявол пробует атаковать каждого. И, конечно, не все доходят до состояния этого человека. Но важно уметь давать отпор. Уметь говорить ему «нет». Говорить дьяволу «нет». Ваша задача сказать дьяволу «нет». Однако то, что дьявол вас атакует, не значит, что у вас нет веры. Не значит, что ваша вера не работает. Не значит, что слово не работает. Все сталкиваются с искушениями и испытаниями. Но слово действует, если вы исполняете его и держитесь за него. Знайте, ум – поле битвы дьявола. Именно там он совершает свои нападения. Что я подразумеваю под его полем битвы? Он подбрасывает мысли, мучительные мысли. Мысли, ведущие к неправильным привычкам. Мысли, ведущие к извращениям. Самые разные вредоносные мысли. Он бомбардирует ими ваш ум снова и снова и снова. Он пытается имитировать то, что делает Бог. Что говорит слово? Вера от слышания и слышания. Слово показывает, что чем больше мы слышим слово через повторение, тем больше веры приходит. А дьявол подражает Богу и тоже действует через повторение. Поэтому он снова и снова произносит какую-то угрозу, внушает что-то вашему уму в попытке заставить вас принять эту мысль и прокручивать ее. Вы не можете помешать мыслям приходить, но вы можете помешать им прокручиваться в вашем уме. Вы скажете, пастор Нэнси, я уж точно прокручивал их в своем уме. Ну, в Ефесянам 4, 27 Павел говорит, не давайте место дьяволу. Заметьте, не давайте место дьяволу. Дьявол не может занять место, которое вы ему не даете. Так что если вы дали ему место, прокручивая его мысли в своем уме, вы можете забрать место, которое дали ему. То есть вы можете прогнать эти мысли. Неважно, как долго вы сотрудничали с мыслями дьявола, вы можете их прогнать. Вы можете сказать, я забираю место, которое я дал тебе. Я посвящаю свои мысли Слову, а не тебе. Я думаю не о дьяволе, не о его угрозах и внушениях. Я думаю о Слове. Аминь. Знайте, ум – поле битвы дьявола. Если дьяволу удастся удержать вас на арене ума, в попытке во всем разобраться, он побьет вас. А вы удержите его на арене веры. Что такое арена веры? Это арена вашего духа. Вера Божья находится в вашем духе, а не в уме. Удержите дьявола на арене веры, на арене духа. Вы спросите, пастор Нэнси, как это сделать? Отвечайте этим мыслям верой, которая в вашем сердце. Из сердца скажите, это не моя мысль. Я осознаю, что это не моя мысль. Дьявол, это твоя мысль. Я не принимаю твою мысль. Я противостою тебе во имя Иисуса. Так вы удержите его на арене веры, отвечая ему Словом Божьим, отвечая ему верой, которая в вашем сердце. Я предлагаю вам три шага. И насколько бы связан ни был ваш ум, с какими бы трудностями вы не столкнулись, если вы предпримите эти три шага и сделаете их своим образом жизни, вы будете жить в свободе. Во-первых, отвечайте на каждую неправильную тревожную мысль, приходящую вам на ум, Словом Божьим. Если дьявол говорит, я убью тебя преждевременно, ответьте, долготою дней он насытит меня и явит мне спасение свое. Бог явит мне свое спасение и долгую жизнь. Отвечайте тем, что говорит Слово. Если дьявол говорит, я разрушу твой дом, ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно во имя Иисуса. Отвечайте на его угрозы. Если он угрожает вам физическими проблемами, отвечайте конкретно. Если он угрожает вашим финансам, говоря, тебе не хватит денег, ответьте, Бог мой восполняет всякую нужду мою, и у меня всегда будет более чем достаточно денег. Отвечайте ему конкретно в соответствии с его угрозой. Если он угрожает вашему телу, ответьте ему Словом Божьим о вашем теле. Иисус взял на себя мои немощи и понес болезни. Аминь. Отвечайте конкретно в соответствии с угрозой. Итак, во-первых, отвечайте на каждую мысль, не только на некоторые из них, на каждую мысль, каждую неправильную мысль. Отвечайте тем, что говорит Слово. Во-вторых, прикажите тому бесу, который присутствует и разговаривает с вашим умом, уйти во имя Иисуса. Аминь. Не позвольте ему просто сидеть там день за днем и неделю за неделей, посылая в ваш ум мысль за мыслью. Нет, у вас есть власть. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и он что? Он убежит. То есть он покинет это место, оставит это место. Не запускайте его в свой ум и в свой дом, чтобы он разговаривал с вашими детьми, с вашим мужем, выступал против вашего ума. Если что-то приносит вред вам, вашему уму, вашему дому, вашему браку, прикажите бесу, который приносит вам эти мысли, уйти. Противостаньте ему во имя Иисуса. В-третьих, поклоняйтесь Богу. Поклоняйтесь Ему. Это так важно, потому что поклонение переключает ваше внимание с угроз, с внушений дьявола, с бомбардировки ума, и сосредотачивает ваше внимание на Боге. Куда направлено внимание, туда направлена и вера. Мне это знакомо. Я знаю, каково это, когда бес бомбардирует ум, и вы отвечаете словом и приказываете бесу уйти во имя Иисуса, а ум склонен возвращаться и снова касаться того, что говорил дьявол. Поэтому важно начать поклоняться, потому что тогда ум сосредоточен на Боге. Внимание и вера сосредоточены на Боге. Итак, три шага защиты ума. Это, во-первых, отвечайте на каждую неправильную мысль словом каждый раз. И позвольте подчеркнуть, отвечайте конкретно. Не просто в целом. Не просто говорите «Господь любит меня». Если дьявол угрожает вашему телу, ответьте ему тем, что Слово говорит о вашем теле. Если дьявол угрожает вашим финансам, ответьте ему конкретно тем, что Бог говорит о ваших финансах. Аминь. Отвечайте конкретно. Не в целом, а конкретно. Итак, во-первых, отвечайте на каждую неправильную мысль. Во-вторых, прикажите бесу, который говорит к вашему уму и мучает его, уйти. Не позвольте ему остаться и вредить вам, вашей семье и вашему уму. И в-третьих, поклоняйтесь Богу. Первый и второй шаг занимают лишь мгновение. А третий – это образ жизни. Поклонение Богу весь день в течение всего дня. Поклоняясь, мы держим дверь, закрытая для дьявола, и он не может вернуться и беспокоить наш ум. И поверьте, он пытается это сделать с каждым. Так что не думайте, что с вами что-то не так просто потому, что он докучает вам. Он делает это с каждым. Но у вас есть привилегия научиться умело применять слово и хранить свой ум. Аминь. Всему, что пытается мучить ваш ум, будь то страх, сомнение, беспокойство, тревога, паника, всему, что вас подавляет, всему, что заставляет вас плохо себя чувствовать, всему, что вас осуждает, принижает, противостойте. Потому что Бог никак не причастен к вашему осуждению. Аминь. И знайте, невозможно пересилить неправильные мысли мыслями. То есть невозможно избавиться от мыслей, думая. Дьявол что-то подкинул, и вы пытаетесь разобраться, придумать выход. Это не сработает. От неправильных мыслей невозможно избавиться при помощи мыслей. От них нужно избавляться словами. Нужно говорить Божье Слово. Оно избавит вас от тревожных мыслей. Отвечайте на мысли словами. Аминь. Второе Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Когда дьявол говорит, ты сходишь с ума? Скажите, нет. Нет. Дьявол говорит, ты полон страха и мучения. Нет. Страх ты не украдешь мой ум. Бог дал мне здравый ум. Бог не работает над вами, используя страх. Бог не причастен ни к чему, что заставляет вас бояться. Он не исправляет и не обличает вас при помощи страха. Он работает над нами своим словом, а не страхом, не волнением, не паникой, не тревогой. В 10-й главе 2-го послания Коринфянам с 4-го стиха сказано, «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение». Это нужно делать нам. Бог не будет это делать за нас. Это нужно делать нам. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Если что-то идет против того, что сказал Бог, вы должны это не спровергнуть. Не прокручивайте это в своем уме, а не спровергнуть. Сказать, «Я отказываюсь это думать. Это не моя мысль. Я ее не приму». И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Возможно, у кого-то из вас был кто-то близкий или знакомый, чей ум настолько терзался, что он в итоге совершил самоубийство. Я скажу так. Если христианин совершает самоубийство, многие думают, что он пойдет в ад. Это не так. И позвольте мне объяснить, почему. Потому что точно так же, как тело человека может заболеть, так и его ум может заболеть. Дьявол может повлиять на физическое тело человека, на какую-то конечность или орган, и вызвать болезнь. И человек может умереть от физического заболевания. Если христианин умирает от физического заболевания, он не идет в ад просто потому, что дьявол атаковал его тело. Но ум – это всего лишь орган. Точнее, мозг человека – это всего лишь орган. И дьявол атакует ум. Ум может заболеть. Точно так же, как сердце может заболеть, как почка может заболеть. Ум может заболеть. И иногда ум человека настолько болен, что он совершает самоубийство. Не его подлинное «я» совершает этот акт, а мучимый, терзаемый ум. И я вам гарантирую, милость Божья знает это. И если этот человек рожден свыше, он все еще идет на небо. Так что не верьте, что ваш родной или близкий человек, совершивший самоубийство, навечно погиб. Это неправда. Если он когда-то родился свыше, он все равно будет принят на небеса. Аминь. И я хочу помолиться за зрителей, столкнувшихся с проблемами в разуме. Чтобы иметь свободу в разуме, в первую очередь нужно принять Иисуса как Спасителя. Свободный, здравый ум принадлежит всем Божьим детям. Богу нужно ваше приглашение, чтобы помочь вам. А чтобы пригласить Его, просто нужно сказать, «Иисус, я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Слово говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Бог лишь ждет, чтобы вы вас звали. Он лишь ждет, чтобы вы открыли дверь. И Он стремительно придет и спасет вашу жизнь, и даст вам совершенно новую жизнь, новое начало. «Какой бы плохой ни была ваша жизнь, что бы вы ни натворили, как бы плохо вы ни жили, какие бы грехи вы ни совершили, я вам гарантирую, Иисус жаждет помочь вам и освободить вас. Ему лишь нужно, чтобы вы пригласили Его войти». Слово так просто и ясно говорит, что «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Слово также говорит нам в 10 главе римлянам, что если мы поверим сердцем и исповедуем своими устами, что Иисус наш Господь, мы спасемся. Это настолько просто. Пожалуйста, помолитесь вместе со мной. Скажите, «Иисус, я принимаю Тебя как моего Спасителя. Прямо сейчас я называю Тебя моим Господом. Я буду жить для Тебя во все дни жизни моей. И прямо сейчас я рожден свыше. Иисус мой Спаситель. Бог мой Отец. И я теперь Божье дитя». Теперь, дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса. И я говорю каждому терзающемуся уму, «Будь свободен во имя Иисуса. Да будет ваш ум спокоен, да будет он здоров во имя Иисуса. Помазание разрушает всякое ермо. Называйте себя свободными и поклоняйтесь Богу за то, что вы свободны прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь». Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.